здравствуйте гости и друзья моего канала с вами марина и мой канал марина и орхидеи вот такой красивый фаленопсис карибская мечта появился у меня феврале я покупала его в магазине соцветия очень долго показывала вам его в своих домашних видео и наконец пришло время его пересадить показателем как это сказать правильно предпосылкой для его пересадки стало то что в горшочке сильно много белых таких вот вкраплений похожих на грибницу или может быть немножко на плесень ну и еще корни растущие они заполнили весь горшок растет листик ну и орхидея цвела остался один цветочек сейчас я буду обрезать цветонос разбирать корни и мы с вами все это вместе посмотрим меня просили снять видео детальное крупное чтобы было все видно надеюсь сегодня так все и получилось ну приступим такая очередная коняшка фаленопсис карибская мечта так как грунт со следами плесени я его уже не использовала в посадку у орхидеи был старый цветонос уже высушенный я его обрезала прям несколько раз укорачивала призываю всех не пересаживайте орхидею сразу как только вы приносите домой дайте ей отсвести дайте и адаптироваться показать что у нее растут корни показать что она может вырастить листик и только тогда приступайте к пересадке вы увидите совсем другой результат от пересадки в основном орхидея не замечает то что с ней происходит сейчас я вытащил орхидею с двенадцатого горшка а садить буду в 14 то есть я и добавлю место и я хочу положить в посадку немножко мха потому что орхиата достаточно сухой грунт у меня есть орхидея колода пересадила в чистую орхиату и она сейчас не очень хорошо себя чувствует так что я хочу ее в скором времени пересадить и добавить в посадку мух а те орхидеи которые уже сейчас растут с добавлением мха в посадку те себя чувствует замечательно температура у меня летом в доме будет не выше 25 градусов и это самое благоприятное время у меня для цветения фаленопсисов я жду мощную волну цветения на подходе очень много орхидеи с цветоносами как я уже говорила у меня скоро расцветет арен добкин она выпустила сначала один цветонос и я увидела у нее второй цветонос так что посмотрим как она будет дальше я убрала маленький листик мы это делаем надрезанием этого листа и раздвиганием его в разные стороны чтобы не повредить корни и максимально убрать остатки от этого листа здесь торфяной стаканчик вообще никак не повлиял на орхидею корни прям стоят такие упругие в центре орхидеи так что если аккуратно поливать орхидею по краю не замачивая то торфяной стакан не приносит никакого вреда поэтому вы спокойно можете держать орхидею не пересаживая у меня с февраля с самого начала февраля получается март апрель май три месяца орхидея была у меня дома цвела растила корни и растила листик как видите обрезка минимальная плохих корней практически нет сейчас я помою орхидею и дальше будем заниматься ею у центрального маленького листика есть отметина от насекомых как от трипсов и я хочу обработать орхидею приготовила рабочее место орхидея чистая я ее сейчас буду обрабатывать от паразитов таким препаратом который называется патрайдер готовится вот такой розовый раствор небольшое количество запаха нет и мне нравится что он именно от трипсов он себя очень хорошо зарекомендовал у меня дома это уже так сказать профилактическая обработка не понравился мне листик молодой что там есть такие отметины сейчас немножко орхидея подсохнет я промокну будем дальше вот такой препарат батрайдер он применяется на сельхозкультурах я совсем недавно получила мох ну не скажу что он прям такой ароматный обычный мох ну хоть не затхлый то хорошо получается что 10 литров не обошлись 850 рублей девочки сами собирают отправляют давать контакты не буду честно скажу ну не на пять с плюсом прошлом году мог приходил вообще затхлый но это правда другого поставщика запакуют полиэтиленовый пакет и отправляют через 10 дней он уже успевает весь соприть завонять то есть вот так вот судите сами как заказывать мог ну в этот раз повезло надеюсь что мне его хватит надолго я его перекладываю сушу кора у меня архиата фракция 1218 я ее буду использовать в этой посадке серединку промокну а так оставлю препарат пусть действует горшочек 14 у меня уже орхидеи начинают разрастаться что у меня даже 16 горшочки есть посадки такие же пластиковые хорошие смотрите орхидея хорошо входит хотя и много корней мы немножко закручиваем по кругу горшочек чтобы хорошо расположить корни и начинаем заполнять пустоты корой мхом для того чтобы орхидея стояла устойчиво мух я добавляю в посадку для того чтобы увеличить влагоемкость грунта чтобы по мху легко поднималась влага процесс не быстрый постепенно заполняем все пустоты я и подстукиваю и пальцами помогаю заполнить все эти кармашки ну конечно не усердствую не так чтобы прям вот до воду рядовить и сжать и заполнять нет если останется немного свободного пространства ничего страшного орхидея заполнит все эти места новыми корнями всегда приятно иметь дело со здоровыми растениями реанимашки это наша постоянная боль мы с вами то наращиваем корни то обрезаем это конечно не очень приятно хорошо когда посадишь орхидею она растет тебя радует цветет у меня в больших размерах сейчас орхидея это каменная роза magic art но не родственники такие крупные каменная роза выпустила цветонос обязательно покажу как она будет свести также из моих скоро зацветающих орхидей у меня на подходе биг-бэнк льюис сакара кф бабочка пескара бабочка так что будет что вам показать надеюсь что у меня получится поставить еще один стеллаж для того чтобы наглядно показывать вам цветущие орхидеи планов много буду стараться в ближайшее время буду снимать пересадку орхидеи мариолы она такая же крупная не осталось еще два цветочка надо цветет и мы с вами тоже будем пересаживать если у вас остались вопросы пишите пожалуйста пишите комментарии задавайте вопросы я всегда отвечаю такое сегодня детальное подробное видео о том как пересадить орхидею я оставила цветонос где-то с пятью живыми почками и этот же цветонос я буду использовать для того чтобы орхидея не шаталась в горшке я поставлю цветодержатель палочку и закреплю цветонос тогда она будет сидеть крепко и корни очень быстро присосутся и горшку и коре и орхидея уже не будет шататься наверх я укладываю тоже порезанный мох хотя у меня есть и цельный я заметила что такой мох легче пропускает воду а то когда начинаешь поливать вода скатывается сверху горшка неприятно что проливается всегда боюсь что попадет на другую орхидею влага всегда очень внимательно слежу чтобы не погубить у некоторых попадает и в точки роста и в пазухи не хочется такого вставляю видите цветодержатель не закрепляю клипсой и орхидея стоит и ровно так как надо не заваливается на бок и не шатается укладываю моха с этой стороны но от шеи я немножко отгребу мох чтобы не допустить загнивания шейки орхидеи вот сейчас я намочу увлажню и кору и мох она хорошо уляжется а потом аккуратненько отгребу мох от самой шейки последние кусочки коры все и можно идти проливать орхидею вот такая вот увлажненная хочу переклеить стикер чтобы не ставить бирку вот подписано caribbean dream сейчас я так и сделаю наклею эту бирку на горшок удобно у меня так подписано амстердам и теперь вот карибская мечта тоже будет с таким стикером вот такая у нас сегодня с вами была пересадка а с вами была марина ставьте лайки подписывайтесь на мой канал оставайтесь со мной у нас с вами впереди еще много орхидеи которые нужно пересадить всем пока пока и до новых встреч на моем канале и смотрите и дети когда все Продолжение следует...